Сегодня в Евангелии за Божественной Невергией мы слышали с вами слово, которое сказал сам Иисус Христос. Покайтесь. Покайтесь, ибо приблизилась Царство Небесное. Давайте в них иметь слова нашего Спасителя. Во-первых, Царство Божие есть. Чтобы никто в этом не сомневался, об этом говорит сам Господь наш Иисус Христос. Оно есть. И кто пожелает войти в это Царство, должен изменить свою жизнь, должен переменить свой образ жизни от греха в правительство. Сам Господь говорит, будьте святы. Мы считаем населяем эту высоту недостижимую, потому даже и не усиливаемся. Да все грешники. И я такая, и я думаю, как все. Мы, христиане, права не имеем жить, как все грешники. Мы просвещены думом с вами. Мы крещены во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, и дали ответ, отрекаясь от Сатаны и земделываясь в госслужении, поиск, я гордынь его, отныне работать Господи безострапом и радоваться Ему. Только тому христианин, носящий на стене пресень, это уже другой человек. Это человек, который идет совсем другой дорогой. Дорогой к Богу, дорогой к Царству и к Весному. А Христос говорит, что оно уже приблизилось всегда. Оно приближается к каждому из нас, каждый день, каждый час, каждую минуту проживания нашей жизни. Царствие Божие, это все ближе к каждому из нас. А вот кто наследует этот Царство, как раз и дает ответ на сегодня самый Господь. Те, кто истинно покаялся, те, кто изменились, те, кто переменились в жизни. Сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на разницу между исповедением и покаянием, разгаянием и истинно переменой жизни человека. Христос зовет в покаяние, как «но» и в переводе означает «переметом». То есть ты был грешен, курил, не кури, матерился, матерись, изменял, никогда не изменяй, блудил, не кури, убивал свином, не убивайся, объедался, не объедайся. И когда осуждал, не осуждай, гневается, постарайся не раздражаться, надо убирать огород своей души. Скажите, что про от многих усилий, если человек будет всякий раз, всякую весну, убирать радость из этого огорода, будет собирать свадьбу, будет очищать землю, но ничего куда-нибудь посадить. Это называется такой «сизипов труд». То есть он все время работает, а плодов у этого огорода нет. Нужно не только убрать радость, но не только очиститься от грехов, нужно насадить в своей души как родители. Если ты будил, вооружись в своем грехе. Если ты насловил, то есть никакое нечистое слово не царьет Иисусу, а только доброе, достателное, любовное. Если ты, может быть, облегался, воздержившись от еды и объедения. Ведь об этом говорит нам не важно. Смотрите, чтобы сердца вашими огощались, объедения, ревьянство. То есть на всякий порог нужно наложить добродетель. Вот что такое покаяние. Потому что раскаяние, оно не всегда приводит к изменению в жизни. Мы с вами вспомним и о Иуде, предателе, который тоже пришел к фарисеям и книжникам и раскаялся, чтобы предал кровь невинную, как говорится в Писании, и возвратил тридцать селения. Но в нем не обратилась в Бога. Он раскаялся, но не покаялся. Если бы Иуде покаялся, если бы Он со снезами на глазах обратился в Богу с покаянием, и как Петр со снезами родился на Христу Господу, прости, Господь, как глупый свет вернулся бы со словами, я не достоин называться Твоим Сином. Прими меня в число своих родов. И Бог, Отец, Он просит даже. Нет такого греха, чтобы эту глупость прутал. Жень, греха и раскаянная. Вот почему нам нужно не только осознать свою плену. По примеру пленого Сына, который пришел в себя, нам нужно самим в себя прийти, посмотреть внутрь своей души и смотреть вокруг, как живут все лежат, грубят и с прочим беззаконным совершать. Я завершил, Господи, меня дешево прости. И не им меня, а мне. Дарь мне, Господи, великим, а я завершил. И не осуждай брата моего. Никого, как бы не осуждать. Дай мне себя увидеть, Господи, таким, как мой корейский. Дай мне, Господи, если не вопрос к тебе. А вот если мы, дорогие, от всего сердца спросим, Господа, Господи, а тот ли я, которого ты хотел бы видеть во мне? Дай мне, Господи, которых ты хотел бы во мне видеть. И если мы от всего сердца, от искренней раскаивающейся души обратимся с этим вопросом в Богу, то услышим ответ. Ответ в всего сердца. Нет, Господа, я совсем не тот. Я совсем не та, в которой ты хотел бы видеть. Вот это осознание того, что я не тот, что я не та, что я могу быть лучше, но я не пусть. Я поддаю влиянию общества, интернету. Социальным сутям, различным искушениям, страстям и порогам я заражаюсь этим ядом. Что нужно сделать от правильного человека? Кто принял свое тело, то есть проглотил или выпил, что-то недовитое. Ну да, а мы, не пройдено, а мыть же много. А мыть, очистить. Когда только мы есть его жировление. И человек, который носит в себя принятый яд, он потихонечку умирает. Вот почему грех, он приводит к смерти человека. Человек, который пьет воду и не расстаривается. Он умрет, а только полезен. Человек, который курит и не бросает, он умирает от рака легких. Человек, который блудит без остановки, умирает от спида. Умирает от различных других кошмарных болезней. Которые называются даже венечественными. Кто окидается, тот тоже чувствует тяжесть в уютках. Обращается к астрономерологам. И врачи потом уже или и слетают, или вырезают. То, над чем надо бы самому воздержаться, а сил-то не было. Мы потом и страдаем, дорогие братья и сестры. То, чем грешили, тем и страдаем. Решили, чем не запомнили, тем и страдаем. И наоборот, от чего вы доляемся, в том и исцеляемся. Вот почему так важно переменить образ своей жизни. Образ мысли и просить, как Иоанн Святоуст напоминает нам, ежедневно вечерний план правильный. Господи, дашь мне мысль плохую. То есть, дам мне, Господи, думать о хорошем. Дам мне, Господи, искать хорошего. Дам мне, Господи, общаться с людьми хорошими, которые также ходят в церковь, которые любят Бога, которые говорят о христе, которые читают Слово Божие. И если мы выйдем на эту дорогу, она принесет нам такой радость, такой свет, как сегодняшний день. Такой белый, сильный у нас в тумане. Красивый, утренний освет. Кто видел, до утра сугробы, белый снег, как он покрыл всю грязь. И кругом белый, белый, вот так в человеке, в душе свет осияет на его тумане. И так светло и от радости, не отмык, и зиме. Вот потому нужно нам прибегать к покаянию, приходить на исловик и изменять свою жизнь через покаяние. Образ мыслей и просить, как Иоанн Зартоуст напоминает нам, ежедневно в вечернем плане правиле. Господи, дай мне мысль плохую. То есть дай мне, Господи, думать о хорошем. Дай мне, Господи, искать хорошего. Дай мне, Господи, общаться с людьми хорошими, которые также ходят в церковь, которые любят Бога, которые говорят о христе, которые читают Слово Божие. И если мы выйдем на эту дорогу, она принесет нам такую радость. Такой свет, как сегодняшний, такой белый, синий у нас в плане, красивый, утренний рассвет. Его видел до утра сугробы, белый свет, который покрыл всю грязь. И кругом белым белом, вот так как в человеке, в душе его, свет осияет на его душу. И так святой от радости, ни одной кризи нет. Вот потому нужно нам прибегать к покаянию, приходить на исповедь и изменять свою жизнь через покаяние. Вот здесь стоит несколько слов. Люди иногда приходят на исповедь. Во-первых, потому что люди могут носить себе свои любви. Второе, они приходят от страха, засадея и греха. И третье, есть категория, которая подходит к исповеди, только потому что нужно причастливиться. А перед причастливом церкви нужно исповедаться. И где здесь застали? И где здесь намерение переменить жизнь? И вот почему, дорогие мои, в всякий раз, когда вы приходите, и не приступаете к исповеди, помните, вы даете обет, вы даете обещание Богу не возвращаться к тому, в чем вы расстраивались. Я, например, когда я исповедую, и кто-то подходит, врачи им перечень записывать грехов, отправил совет, мне нужно записать, что я вам забираю этот грех. И человек подходит, не помню, столько много грехов, вот не помню, я вам забираю, все-таки не расстраиваюсь. Ушел в этом. В чем пришел? А если даже один грех не расстраиваешь, вся история про это не принимается. Смотрите, как это стропо-неответственно. Но люди прям выписывают, кто-то им правильный, что-то не забыть ничего, заранее готовятся к покаяниям. И потом я ему записываю, что разрываю, и отдаю человеку с просьбой, вот выйдите из травмы, подождите, а потом попробуйте пальцем сверху от меня горящего. Сжигаете? Вот так, как отсюда я, вы не знаете больше, не будет касаться к горящему, в ваших грехов. Не возвращайтесь больше к тому, что мы там писали. Вот работа над собой. Понимаете? Вот почему нам нужны усердия, молитва, нам нужна Евангелие, нам нужен Христос, нам нужны Таинства, потому что, как только я попробую победить себе какой-то грех своими силами, у меня ничего не получается, я снова падаю. И тут мне нужен врач, мне нужен доктор моей души, а врач и целитель, душ нашу, это Христос. Вот почему человек понимает, что мне каждое воскресенье нужно быть Богом. Мне как можно чаще нужно приметать к завицу святого причастия, чтобы измениться, чтобы Бог помог мне принести не только покаяние, но и изменить меня самого мне помогает только Господь при моем усердии и старании. Вот почему, дорогие братья и сестры, обращаю ваше внимание на слова Христа Святителя, покаянется. Я еще раз напомню, не просто запишите, расскажите, уходите, если это было, ушли. Ну как же, не запишите, не покаянется, говоря на себе на бескоте. Кто так думает, тот совершенно ничего не понимает в покаянии. Раскаялся, приложив все усилия, чтобы впредь туда не возвращаться. Приведу вам одну интересную беседу между старцем и молодым инокам. Однажды Монатолий пришел к старцу и говорит, больше не могу. Вот сколько не исповедуюсь, сколько не каюсь, сколько не собираюсь устраиваться, мне ничего не получается. Вот только вышел и снова паспийный рекорд и думал. А ему с нами говорит, Господь сказал, что он застанет, то он и служит. Вот застанет тебя упадение, то он и служит. Застанет в твоем восстании. Зато нахрабитый. Поэтому упал, поднимайся. Святитель Азербайлов говорил, сто раз попадешь, сто раз поднимись. Мы, люди, славные, немощные, все время падаем. Но, Господи, помоги мне, вот тот мне нужен, тот, который меня восстанет. Восстанет, Господи. Помоги мне, Господи, помилуй меня, Господи. Помилуй, помириться, милости твоей. Вот уже церкви просит забуду. Помилите, милостиви, по множеству щедрот твоего, очистить, беззаконимое, я, по-моему, не могу, ничего очистить без твоей помощи, Господи. Вот умоляю, и плачу, и на коленоще опускается душа христианства. И храм им нужно, и Евангелие им нужно, потому что там слова спасителя врача и доктора нашего Иисуса Христа звучат, без которых он болеет, падает и не может подняться. И, завершать, а он ему сказал, вот смотри, я спрошу у тебя всего три вопроса. Скажи, когда ты идешь по дороге, и вдруг упадешь, скользнувшись в грязь, пережишь или встаешь? Водчик, конечно, встает, может быть, в грязи лежать. На первом. Второе. Скажи, ты будешь грязным, или идешь и очищаешься, омываешься? Хочешь? Конечно, я потом стою и тут стираюсь, конечно, я не буду перелить и грязные и грязные. И третий вопрос мне предоставить. Скажи, когда следующий раз не пойдешь на дорогу, ты снова откажешься вот после этой грязной и явной. Ты снова туда пойдешь? Не хочет. Я не пойду другой стороной. Вот точно так ему полна жизнь. Вы слышите какой-то бюджетный дал ему старец. Если упал, подними осенью. Не ходи в грязь, иди сразу на риск. Вот только совершил все, а потом, когда через месяц, через год, сейчас сколько на крещение было людей, и спрашивай, Если вы в грязь последний раз. Никогда. Посмотрите, он лет 47. 47 лет ни разу не отрывается больше. Да что там не может видеть? то 10 лет ни разу не отрывается. А года 3 наверное уже не подавится. А душ вы принимаете как часто? Ну что? В грязь не отрывается. Смотрите, чем-то бывает в грязь не отрывается душ раз в 40 лет, или 10 или раз в год. Что там в этой душе творится? Вот потому если ты упал сразу одними, сразу постирай свою грязную душу, прийди на Иисус, расстраивайся, Господи, прости, выйди. С милой смертью в грязь и в следующий раз дед упал пошел над ним с друзьями, заблудил деда, забурил с кем и даже не ходил в его общество. Знаешь, что ты там опять можешь упасть, обойди его другой дорогой и снова возвращайся в право. Если нет места векам, все приходят и молятся красными такими близкими другу, потому что мы все собрались на Сбор в храм, где среди нас иисусствуют сам иисусствуют. И зато он так сказал, там, где двое или трое собрали во имя и во имя объявствуют. Вот почему нам в церкви так хорошо все, почему душа смолна в ее церкви. Снова смолится человек Богу, как олень на источнике Бога. И я вам в каждом многообразии стояли сотрудники ДПС и один даже раз и креющий парень, что вы знаете, я пришел в церковь, меня вот государство не было. Я просто накрыло. Иди. И я пришел. вы знаете, вы знаете, вы почувствуете это слово накрыло человеку, баба уже, пора уже. Но чтобы не знать это накрыло, я просто всем вас снова и снова приглашаю каждого воскресенье на них в храм. Прочуйте свою душу, почаще вспоминайтесь, почаще очищайтесь с вами, что без места, без этого дарства мы ни одного грехали с вами. А причастлившись, поисповедавшись, выходите творить измелья, не падайте в грязную нужду или яму, которые были, от которой очистились, вынесли. Вот такое благословение сегодня преподает нам Святая Церковь словами Господа и Основателя нашей Церкви Иисуса Христа. Покайтесь, ибо приблизимся к Царству Божию. Если вы хотите в его посетить, то там ничего не чистое в Царстве Божией не воиноборот. Покайтесь, исправимся на правительство и Господь по милости и человек по-люжению да прости и по-милости у нас. Аминь.